Да-да-да-дам! Как я вам! Ммм, сразу вспоминаю песню этого, Володи XC. Ммм, такой был с клубникой, и это просто шоколадный. Как мороженое, но только лучше. Вы, наверное, подумаете, что я сумасшедшая, но я еще притащила сюда чай. Я просто обожаю сначала есть мороженое, а потом запивать все это чаем. Когда мне ставили брекеты, мне врач сказал, что есть противопоказания, но там, знаешь, такая ерунда. Я говорю, что лучше скажи. Он такой говорит, ну нельзя холодное и горячее есть одновременно. И он так поворачивается ко мне и говорит, ну кто так делает? Я такая, я всегда мороженое запиваю чаем. И он так засмеялся, подумал, что я шучу. Я могу есть соленое, потом резко сладкое, потом опять соленое. Я обожаю такие сочетания, необычные. И никогда в жизни я не задумывалась о том, что это с этим не едят. Для меня, если вкусно, если мне нравится, значит едят. Холодный. Я сегодня безумно рада. Заключили договор на работе. Дела идут хорошо. Жизнь прекрасна. Вчера вечером сидела на балконе и резко меня как-то осенило, что я сейчас проживаю лучшие годы своей жизни. У меня всегда хорошо получается, все идет вперед. Я вспоминаю себя в 17 лет, когда я поступала в универ. И я думала, блин, это худшие годы моей жизни, когда же пройдет эта черная полоса. Я поступлю в университет, я закончу универ, у меня будет крутая работа. Я буду чувствовать себя счастливой. И просто раз, и настал этот момент. Знаете, как в фильмах бывает. Особенно на работе, когда дела идут хорошо. У меня прям такое настроение, мне хочется танцевать. Мама всегда чувствует, что у меня дела идут хорошо. Она говорит, когда у тебя дела идут хорошо, ты радостно постоянно улыбаешься, делаешь комплименты. Я говорю, да ладно, я сама не замечаю. Первый человек, с которым мне хочется делиться, это моя мама. Как только, например, заключаю какой-то контракт, что-то происходит хорошее в моей жизни, я сразу рассказываю маме. Потому что на этот путь поставила меня мама. Когда я ходила к репетиторам, мама оплачивала этих репетиторов, и папа тоже, естественно. Мои родители очень много денег вложили в мое образование. Я поступила на платное отделение, там стоило обучение дорого. У нас не было возможности. Но все равно... Мама попыталась дать мне все. И папа тоже. Хотя вокруг, знаете, были люди, которые говорили, ой, сколько людей сейчас с образованием там торгуют на рынке. Не факт, что она здесь найдет работу. Факт. Если ты учишься. А если у тебя есть желание, амбиции, ты не сдаешься. Факт. Найдешь ты отличную работу. Было бы желание. Обалдеть, как вкусно. Я вот вспоминаю эти годы, когда поступало. Если вы сейчас тоже находитесь на этом этапе поступления в универ. Делайте правильный выбор. От вашего выбора сейчас зависит вся ваша жизнь. Будете вы любить вашу профессию или нет. Мне кажется, в этом случае не надо никого слушать. Надо делать так, как ты чувствуешь. Как ты хочешь. У меня было несколько вариантов. На тот период наш родственник постоянно говорил, что поступай в авиационную академию. Будешь пилотом, будешь, не знаю, там еще кем-то. Но я понимала, что я человек далекий от всего этого. Мне это неинтересно абсолютно. Я помню, в интернете я прошла какой-то тест. И там были такие вопросы, что вам больше нравится. Например, убираться в квартире. Учить, например... Ой, извиняюсь сейчас, минуточку. Учить свою младшую сестру, там, не знаю, математики. Или, например, разбирать семейный альбом. Я так посмотрела на эти тесты. Конечно же, разбирать семейный альбом. Я люблю всю эту волокиту с бумагами и так далее. Единственное, что мне дается очень тяжело, это грамматика. Я иногда допускаю некоторые ошибки в словах. Мне нужно все договора составлять на азербайджанском языке. У меня и русский хромает, и азербайджанский. Вообще, что связано вот с этой писаниной, с языками, мне очень тяжело дается. Я всегда любила математику, физику. И никогда не любила русский, литературу. Это вообще не мое. Вкусно эти еще эти десерты. Это просто обалдеть, как вкусно. Учительница по физике очень хотела, чтобы я сдавала ее предмет. И она постоянно меня подталкивала на это. Что вот, Айка, давай. Я человек, который очень тяжело принимает решения. Я миллион раз там думаю, что, как. Но то, что я физику не буду сдавать, я знала изначально. Просто потому, что профессии, где нужна физика, они мне не были близки. Я не хотела туда поступать, хотя там баллы были низкие. Айка, давай. Как-то один раз мы что-то сболтали с парнем о том, о сем, про универ, про поступление, все дела. Он сказал, что он четко знал, куда он поступает. Он закончил нефтяную академию у нас здесь. И уже магистратуру учился за границей. Но он, видимо, экстерном закончил школу. Потому что школу он закончил очень быстро. У него были все пятерки. В общем, он мне такой говорит. Я, говорит, в универе была отличника. У меня были все пятерки, я получала стипендию. А я-то знаю, это место, где он учился. Там получить пятерку, по-моему, вообще нереально. Насколько я слышала, там еще были моменты коррупции, что специально не ставили хорошие оценки. Ну, в общем, я ему не поверила. Я говорю, сфотографирую и кинь. И тут он мне фотографирует. И я такая в шоке. Там все пятерки. И тут встречный вопрос. А ты, как училась в универе, какие у тебя оценки? Вот признаюсь вам честно, положа руку на сердце. Где у меня сердце? О! В универе я еле вытягивала тройку. Просто, понимаете, не было никаких мотиваторов. Например, будет у меня по этому предмету, к примеру, пять. Что будет? Я получу стипендию? Нет. Я училась на коммерческой основе, поэтому о стипендию даже и не шла речь. И поэтому не было никакой мотивации учиться. Вот реально. Я думала, как бы подзаработать. Сначала занималась ногтями. У меня был интернет-магазин. Потом работала в паспорт-столе. В общем, весь период универа, я как бы не была сильно нацелена именно на учебу. Я была нацелена на получение какого-либо опыта. Где угодно. И он такой говорит, ну что, говорит, какие у тебя оценки. Я такая, я потеряла этот листок, который был в дипломе, где как раз эти оценки. На самом деле, нам этот листок даже не выдали, когда дали диплом. В не верю тоже. нас особо не прижимали. Говорили, вот самое главное, чтобы вы нашли работу, состоялись как личность. Уже последние курсы не так сильно придирались, на самом деле. Делали все, чтобы мы что-то узнали, что-то выучили. К нам привели педагога. Не знаю, откуда он был, из Испании или... В общем, он не говорил ни по-русски, ни по-азербайджански. Говорил только на английском. Чтобы зайти в класс, ты должен был загуглить и посмотреть, как же сказать may I come in. И после этого уже лучше начали понимать что-то на английском. Но если честно, не ценили все эти ресурсы, которые предоставлял нам универ, а очень не зря. вчера вечером буквально вылазила в фейсбуке, кто там чем занимается, мы что-то все работают. все как-то состоялись. Сказать, что только я работаю, все остальные без работы нет. Прошло уже сколько? Ну, два года. Я в 2019-м, по-моему, закончила универ. 20-й, сейчас 21-й. Ну, да, два года прошло. За эти два года все где-то что-то преуспели. Вкуснотища! Конечно, не со всеми, естественно, я общаюсь, не со всеми у меня остался какой-либо контакт. Так через-через кого-то знаю. Ну, мне приятно, когда мне пишут, например, комментарии какие-то мои старые знакомые. Безумно приятно. Очень благодарна всем тем, кто смотрит. На этом все. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok